Слово о цирке Сегодня у нас открыто духовное поприще и небесное состязание для готовых к духовному созерцанию не по персно-тленному человеку от земли, но по духовному и небесному. И состязание происходит на земле, а цель его на небе. Это я должен наперед сказать для обличения любящих зрелищ, пренебрегающих духовным зрелищем спасения и предпочитающих телесное и порочное зрелище, конское ресталище, а вернее ресталище сатанинского. Смотри же, прилежно возлюбленный, лучше несуетливое состязание церкви, где подвизается Павел, не по арене кружась, но от Иерусалима кругом, да и лирика, наполняя все страны благовестием Христовым. Там управляет колесницей Илья, о котором сказано «Колесница, колесница, конница Израиля и всадник его». Совершая бег не от начального до конечного флага, но от земли до неба на огненной колеснице, там лик небожителей присутствует на зрелище, и судья духовный восседает, и царь смотрит, и победный дар небесный предлагается, и бечи страшного суда перед глазами. Бог хочет, чтобы ты боролся сам с собою, поэтому и дал тебе колесницу, запряженной четырьмя евангельскими животными, в которой белые кони, по пророчеству Захарии, коренные – свет и бессмертие, а престижные – правда и истина. С ними соперничает в беге колесница, идущего на землю северного ветра, о котором сказано премудростью. «С севера ветер жестокий, этот жестокий и злой ветер – дьявол, в колеснице его черные кони, в корне – ад и смерть, а на пристяжке – мрак и гибель, и направляется она наперекор колесницы Христовой, о которой сказано «Колесница Божия, тьмы тем и тысячи тысяч» в Солом 67.18. «Вот кони, которыми ты должен управлять в треволнении жизни, как на море. Навел Господь на море коней своих смущающих воды многие» – Аве 3.15. «И не излагающих колесницы мысленного фараона, и силы его в Красном море. Есть у него и ангел-погонщик, преследующий и уничтожающий коней врага твоего. Да будет, говорит Салмопевец, в путих темен и скользок, и ангел Господень да прогоняет их» – Солом 34.6. «Твоими противниками в этом беге являются Хананеи, Фарисеи, Садутеи, возвещающие дары дьявола, а на своей стороне ты имеешь Моисея, Самуила и Давида, которые уже ранее возвестили о пришествии праведного. «Тот имеет у себя подручными демонов – Вила, Дагона, Ваала и Хамуса, которые служили к соблазну израильтян и погубили их в пустыне, а тебе отворяют дверь и помогают Павел, Силуан и Тимофей, которые о себе говорили, что дверь отверстая им великая и пространная, и противников много» – 1 Коринфянам 16.9. «Которые просили, чтобы дано было Слово Божие, с дерзновением говорить им. У него Филипп, Иуда, Димас, Ермоген, Именей и Александр Медник. Полные лицемерия! А твою сторону среди зрителей держат чины ангелов и лики праведных, приникающих с неба посмотреть, как все бегут, но один принимает награду. Один – это поистине народ Христов, один – крещеный во Христа и облегшийся во Христа. Здесь нет ни иудея, ни елена, ни мужеского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, ни скифа, ни ария, ни евномия, ни марафонца, но один народ во Христе. Подвизайся и проводи жизнь, достойную Бога, народ Божий, в созерцании Святого Духа. Пусть не услаждают тебя конские состязания, чтобы не подвергнуться тебе опасностям прежде суда. Если хочешь участвовать в состязании, лучше делай это на поприще духовного созерцания. Против походливых коней дьявола впреди свои благочестивые размышления, против сильных – долготерпения. Ведь ты знаешь, что лучше муж долготерпеливый, лучше завоевателя города. Против иудейства – христианство, против язычества – богопочтение, против блуда целомудрия, против жадности – милостыню, против лжи – правду, против гнева – кротость и мягкость. С быстрыми конями дьявола состязайся точно так же на противоположных им, то есть против гнева и печали поставь кротость. Кроткий муж, сказано сердцу врач. Итак, противопоставь быстрым – кротость, вражде – дружбу, ненависть и любовь, притеснению – благодарность, при возношении смирения, злобе – благодушия. Одним словом, противопоставь всякому злому делу правую и спасительную веру. Но само собой разумеется, что, ведя состязания на таких конях, ты и сам должен отличаться воздержанием духовным, чтобы тебе не остаться беспризорным, подвергнувшись морской болезни. «Всякий подвижник, – говорит апостол, – воздерживается от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». 1 Коринфян 9, 25. «Возьми, слем спасения, и бич в руку твою, подобной тому, какой сделал из веревок Господь наш Иисус Христос, чтобы изгнать из храма торговцев дьявола. Держись ближе к сосуду избрания. Взойди, о Филипп, на колесницу Евнуха, освобожденного от всякой нечистоты. Взойди на эту колесницу, и все свое внимание направь на махальщика, приставленного к чтению Евангелия. Никто пусть не думает, что я говорю смешное. Ведь как на ресталище, глаза всех устремляются на махальщика, когда он выходит с сигнальным флагом, и все ожидают открытия бега по его знаку. Так то же самое происходит и в церковном собрании. Когда диакон должен открыть четверо Евангелия, все мы устремляем взоры на него, наблюдая тишину. И как только он готов начать чтение, все мы тотчас возбуждаемся, воспевая, «Слава тебе, Господи!» Взойди на эту колесницу состязания. Беги, побеждай, опрокидывай соперника, обгони и порази его». Провозгласи устами твоими прекрасное исповедание и устремись на противника. «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно». Притча 10.9. «Порази его, как Давид Голиафа, прогони его, как Елисей Геезе, настигни, как Ильяха в винограднике на Уфе, не извергни его во тьму кромешную, где плач искрежет зубов. Будь только внимателен к самому себе». «Берегитесь, — говорит Господь, — смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством. Все переноси, друг друга тяготы носите. Идя по трудной дороге, будь осторожен, чтобы не приткнулся о камень ногою твоею. Не оборачивайся назад, помня участь жены Лотовой. Идя по пути правды, не уклоняйся ни направо, ни налево. Внутрь стремись, Израя, стремись внутрь. От сердца исходят помышления злые, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, лжесвидетельства, клеветы, хуления. Вообще все оскверняющее человека. Не давай ему снисхождения, как и Бога Израилю, потому что он жестоковый. Не делай ему уступки, он влечет тебя ко греху. Но ты будь впереди врага твоего и скажи ему, отойди от меня, сатана. Ибо ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Удаляйся от него, как Илья убегал от Изавели. Спеши к почести высшего звания. Не допускай его догнать. Тебя, как слуги Авесолома, не могли догнать Анафана и Ахимааса, священников Господа, бежавших к Давиду. Не допускай схватить тебя, как слуги царя Иерихонского, не могли схватить саглядатаев. Но, если возможно, обмани его, как рав, блудница, обманула сыщиков. Пусть не удастся ему подчинить тебя себе, как фараон не мог подчинить себе Моисея Аарона. Но ты перехитри его, как волхвы Ирода. Не ослабевай в борьбе с ним, ведь ты имеешь распорядителем Бога, а врачом Христа. Не бойся, имеешь ведь умастителем Духа Святого, помазавшего тебя миром из таинственного Рога Самуилова. Не бойся жажды. У тебя есть при себе в тыкве вода упокоения, крещения, чтобы, подвигаясь вперед, то есть проповеди Иониной, ты мог восстановить свои силы. Опрокинь его тираническую колесницу, брось его в яму, которую он сам вырыл, брось его туда, на самое дно. Воскликни словами псалма. Из глубины воззвал к тебе Господи, Господи, услышь голос мой. Сбрось его в глубину, уцелев сам от его пагубы. Воззель на высоту, преподобные твои руки к царю, примей от него пальмовый венок, как некогда отроки, и потрясший им поклонись ему, потому что пал вил, сокрушился догон. Исайя 46.1 Богу же, благодарение даровавшему нам победу Иисусом Христом Господом нашим. Такой вот победой ты мог бы открыть себе доступ в рай, как во всенародную купальню, где четыре источника сабильные точно в купальню водою, и почить вместе с злачным, где так, кстати, были бы слова. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня водом тихим. И, похваляясь всем этим, ты мог бы сказать, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды во Христе Иисусе Господе нашим. Ему же слава во веки веков. Аминь.